С кэшбэк-сервисом Letyshops ты можешь возвращать до 30% денег, которые потратил на покупки. Сначала нужно зарегистрироваться, потом выбрать один из 2300 магазинов, перейти в него и сделать покупку, как обычно. Вывести деньги можно любым удобным способом. Ссылка в описании. Чё за шуточки-то, Серёжа? Да ладно. Ничего не надо. А то этого нет. Давай фото. 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 С чем? На фото, блин. Ну давай тогда с колыблистым кофе и будем фото. Давай ближе сюда. Тут что-то сильно далеко. Мне кажется, Боня тоже на фотке. Всё, она снята. Всем привет! Привет. Вы на ютубе. Привет всем. В канале физрук Палыч. И сегодня у нас очередная распаковка нашей продуктовой корзины. Проходит она в столь необычном месте, потому что мы просто... Можно я поплачу? Можно я пожалуюсь? Я устала. У меня сегодня была горная 16-километровая пробежка по горам. А потом ещё прогулка 10 тысяч шагов. Причём всё это придумала она. Ага. Я хотел просто в воскресенье полежать на диване и почесать вкус. Поэтому стоять я уже не в силах, хочу посидеть. Всё. Я поныла. Я готова к распаковке. Быстро ты поныла. Да. Доставай. Начинаем. Начинаем. Начинаем распаковку. Нашу распаковку. А. Самое главное мы уже распаковали. Ну поскольку мы заехали как обычно после пробежки голодные в супермаркет, то уже ждать вот эту вот распаковку пока помылись уже некогда было и мы самую первую распаковали курицу. Цены кстати я уже вот так по чеку говорить не буду как обычно. Теперь у нас как у всех путних блогеров вот здесь вот так чик-чик будет ценник выскакивать в районе вот этой красной подушечки вы смотрите цены за килограмм либо за единицу товара. А значит. Блогеры. Ну да. Типа блогеры. Ну не до блогеров, но блогеров. Привет у блогеров. В общем курицу мы распаковали. Она уже вместе с картошкой запекается на конвекции. Собственно почему мы переселились в комнату, потому что там стоит шум от конвекции и Палыч и так всегда тихо говорит. И поэтому его там вообще на кухне слышно не будет. Пока готовится наша курочка мы как раз снимем распаковку дальше. Доставай что там дальше. Я тихо сейчас говорю. Доставай. И говори громче. Все доставать? По очереди. Комбейер. Комбейер. Да. Подожди. Зефир. Вот видите какой. Который благополучно. Окей. Самый дешевый. По акции был. Мы его сжираем на раз-два. Ну просто здесь одни углеводы. 80 грамм. 320 калорий. Поэтому углеводы наши все. Питание бегуна в 80 процентов рациона питания бегуна состоит из углеводов. Поэтому доставай дальше. Ну что бегуна? Да. У нас же подготовка к марафону. Потому что марафон сам тебя не пробежит. Яблоки. Вот такие зелененькие. Это Грэнни Смит. А это Голден. Простите. Это Голден. Тоже были по акции. Поэтому взяла. Так я больше люблю красные яблоки. Но яблоки я вообще. У нас они просто улетают. То ли нам железа не хватает. Хотя говорят железо из яблок не усваивается. Но у нас видимо усваивается и из яблок и из мяса. И из всего что можно усвоить. Даже если гвозди есть. Будем наверное и то железо усвоится. Да. Давай ты будешь есть гвозди и я буду снимать. Мне кажется у нас видео только из продуктовых корзин состоит. Нам можно через день в принципе такие видосы снимать. Потому что мы через день что-нибудь допокупаем. Моя сестра подарила Бонне курицу. Резину. Игрушку. Игрушку пищалку. И она ее убила в кашу за один вечер. Просто бошку отгрызла и засульку вытащила. Ты как чему сказал? Ну я так разрядите. Между яблоками и зефиром. Так. Все доставать. Сережа. Ну там вообще-то это видно уже. Уже доставай теперь. Я вообще это всегда на последнюю очередь оставляю. Сухое красное. Сегодняшней курицы. Умею. Практикую. Обращайтесь. Я не буду. Ну и ладно. Очередная закупка кофе. Еще раз так стучнешься в стол. Сам пойдешь что-нибудь поправлять с камерой. Это ковре я живу. Надо подлазить. Да, подлазить надо. Кофе. Кофе для кофемашины. Колумбия Супрема. Мне нравится. Ну больше ничего сказать не могу. Стопроцентная арабика. Чей-то кофе кстати. Колумбия. Ну поскольку Колумбия Супрема. Высокогорная арабика из Колумбии. В авторской темной обжарке. Обжарка темная. Действительно насыщенный вкус. Ну я уже не раз говорила. Если вы видели видео. У нас постоянно в закупках это кофе. Взяла 250 килограммовые пачки. Потому что они просто дешевле чем килограммовые. Акция колумбийских мафиос. Акция. Опять по акции. Кстати вот. Подожди Сереж. Я сейчас скажу по поводу того. Вспомнила. Многие говорят. Вот на что вы путешествуете. То есть. До пандемии мы стабильно путешествовали. Два. Иногда даже три. В хорошие времена. И четыре раза в год умудрялись. Как-то мы так путешествовали. Ну мы просто. Я так считала. У нас был год когда. У нас так четыре. Да. Я так отпуска разбила. Ну это один год. Сбилю. Ну может быть. Но в основном. Как бы два раза мы стабильно путешествовали. Так вот на что. А вы видите. 200 километров на машине. У меня этого не отпускают. У нас считают. Сережа. Ну спасибо что меня перебил. Очень не перебил. Продолжаем. Нашу распаковку. Я к тому. Сережа. Ну правда. Ну ты некрасиво делаешь. Ты зачем меня злишь сейчас. Ты знаешь что я голодная. Ты знаешь что я злая. Гурочка готовится. Она уже запеклась. У тебя вот. Я про то что. Я про то что. На что мы путешествуем. Часто нам такие вопросы задают. Причем не только посторонние люди. Вернее не столько посторонние люди. Сколько люди совершенно не посторонние. И это иногда очень обидно. Вы. Вот вся наша жизнь. Она на виду. Вы видите то что мы едим. То что мы покупаем. То что мы готовим. Да. И могу сказать что. Когда мы путешествуем. Мы это не едим. Все что мы покупаем. Это. Доступные дешевые продукты. Ну. Мы не покупаем крупы в пакетиках. Или там. Мраморную говядину. Я вообще забыла когда я говядину покупала. Не только мраморную. Обычную. Есть такие товарищи. Которые говорят. Да. Интересно. А ну что это. Действительно. Ничего что мы путевку там. Грубо говоря. Выискиваем не за 100 тысяч. За 50. Да. Покупаем самые дешевые отели. Самые дешевые путевки. Плюс. Палыч извините. На двух работах работает. Я тоже работаю. Поэтому. Мы вполне можем обеспечить себе отпуск. Вторая работа не считается. Надеюсь что. Больше таких вопросов у нас. У знакомых не возникнет. Возникнет. Они посмотрят видео. Возникнет. Все равно возникнет. Да конечно. Доставай дальше. Да просто накипело уже. Уже. Ну. Мне давно это накипело. Ну вот. Теперь я сказала то что я хотела сказать давно. Что я думаю. Угу. В гремячую гриву. Попали пока. А что в нее попадать. В два часа дня. Попасть в гремячую гриву. Это вообще нереально просто. Конвей. Ммм. Ммм. Раньше надо было попадать. В три часа дня поехали в гремячую гриву. Погулять. А там. Я такую катастрофу видел. Машину на машине. Полицейские стоят. А что то там пытаются. Ну там бесполезно. Там хаос. Просто хаос. Люди идут там. Машины едут. Ждут на парковке. Не знаю сколько времени. Одна выезжает. Другая сразу заезжает. Просто завал. Но сегодня просто 4 градуса тепло. Ничего что у тебя география подписчиков в районе Москвы. Я просто им рассказываю что у вас тоже такой хаос бывает. Конечно бывает. Это город. В любом городе. Это трыгец. Потеплело. Люди на природу поехали. У вас и Красноярский еще. Но их очень мало на самом деле. Красноярский. Не знаю. Напишите там в комментариях кто из Красноярска. Давайте перекличку сделаем чтоб мы ориентировались. Потому что среди именно подписчиков у нас это Москва, Петербург, Нижний Новгород. Мы все любим. Да. Владивосток кстати. Это вот. Давай. Ну а именно красноярцев мы даже не знаем есть они у нас или нет. Потому что. Короче. Крупа манная. Цена тоже сами видите. Это манная? Это манка. У меня закончилась манка. Я последний раз пекла же манник. И все израсходовала. Да. Вообще. Вообще. Манная крупа как каша. Как каша. Она. Ну не знаю. Мне нравится с маслом. Но. Насколько я почитал. Она настолько беспонтовая и вредная. Ну. Серёж. Так-то и хлеб вредный. Уже знаешь сколько продуктов. С другой стороны. Мы выросли на манной каше. На садике нам давали каждое утро мамную кашу. Да. Угу. И ничего. У меня мамка метр пятьдесят. Папка метр тридцать. А я мамную кашу подвалю. Папка метр петра. Папка метр тридцать. Ха. Папка метр тридцать. Ха-ха-ха Хорошо мне слышат. Карелька. молоко село зеленое но тот же ультра пастеризована и типа натуральная не знаю ничего не могу сказать именно такое не брала город ижевск удмуртская республика состав вроде как лучше чего поим состав молоко нормализованное сухого молока как обычно все сделали нормализовали поэтому все нормально она нормализована и написано нормализован зеленый горошек дороговатый конечно но тоже был по акции я беру любой лишь бы из мозговых сортов чтобы он был меленький мягонький вкусненький можем есть просто так можем есть банкой явно сейчас прямо с банка съем нет капустные салаты куда-то там зимний салат зимний мы только на новый год мы делаем уже не так же в этом году зимнего слава просто кашу единственный плюс того что мы на новый год остались дома это то что мы наелись салата под шубой зимнего салата а ну надо было это вместе молоко питьевое ультра пастеризованное то что надо тоже окей производство вернее производство агросило молоко республика татарстан город набережные челны но сделано для кофе машин для нас для окея ну поэтому оно вот такое тоже по акции было дешевое вообще молоке давно нет молока сейчас я вам скажу по поводу молока последний год вот этот когда вот это вся пандемия началась то есть и вышел же такой приказ вы в курсе что роспотребнадзор теперь не может прийти как надзорный орган с плановой проверкой всем производителям дали отсрочку на год и они год что хотят то и выпускают то есть роспотребнадзор ходит только по жалобам проверки устраивает поэтому поверьте мне то молоко которое мы пьем сейчас в этот год это вот я больше чем уверена это вообще нифига не молоко потому что я уже и дороже брала и дешевле брала и пастеризованное и не пастеризованное вот то кстати молоко которое мы брали в командоре она всегда была хорошая всегда алтайская буренка для командора делает отвратительное молоко утром пытаюсь взбить в пенку пенка не взбивается значит содержание чтобы взбивалась пенка на минуточку содержание белка в молоке должно быть 3 грамма на 100 во всех вот во всех вот смотрите белки 3 грамма любое возьмите молоко просто посмотрите будет белок 3 грамма там не важно сколько жира главное что белка было 3 грамма и она забьется 3 грамма ни одно из это вот сколько берем все перестало взбиваться молоко и это вот именно в этом году и последнее время все чаще и чаще иногда попадается видимо какая-то партия проскакивает более-менее нормальная да а ну поэтому не знаю может если брать какой-нибудь там совсем за 100 рублей но вот то в пределах которые 60 рублей вообще не вирус даже молока доставай дальше по поводу молока я все сказал все да ты как разводился почему сижу просто не так удобно извините развалился это хоп хоп чики пипа рун хэй ла ла лэй окорок охлажденный омский бекон тоже была акция видите скидка 40 процентов потому что у него срок годности подходит к концу то есть осталось буквально пять дней до истечения срока годности поэтому в окей он идет с хорошей скидкой 40 процентная здесь цена за килограмм будет сейчас появится и принципе не жирная вот видите я специально выбрала такой кусочек поэтому курица у нас сегодня мы ее по ходу всю съедим а окорок у нас будет тоже сегодня как-нибудь на днях не знаю еще что из него приготовлю или котлеты или пожарю или еще чего-нибудь не знаю кусками мяса шашлык типа шашлык она будет на шпажке он сухой я пробовала в духовке кстати если вы знаете рецепт какого-нибудь шашлыка дома без там лишних на гриле я пробовала у меня есть гриль пробовала не нравится она как вареное получается хочется мясо такого чтобы она была похожа на шашлык именно да что вот запахом вроде как дыма не дыма ну вот такое зажаристая с корочкой вкусная серёжа я вообще-то разговариваю я сбоне на заднем фоне будет музыка не надо создавать лишний фон шумовой я его никак не уберу просто в общем напишите пожалуйста в комментариях свои рекомендации и рецепты крупа пшеничная булгур недавно распробовала палычу не даю потому что если он распробует это будет просто капец очень вкусная вот просто пшеничная крупа мне как-то не заходит а вот пшеничный булгур вот это это про а у меня кстати у меня кстати в instagram подпишитесь вот здесь тоже сейчас окошечко вылезет с ником с моим есть рецепт я его могу есть просто без гарнира вот даже его основном на гарнир как-то готовят но я вот прямо так советую с маслицем сливочным жиры 1 1 грамм не на самом деле во всех крупах у них примерно все одинаково белки 14 грамм жиров 1 грамм углеводы 69 то же самое что в гречке гоня ты же собака а не кошка ты что-то прыгаешь уже весна температуре есть там что еще вы извините мою эмоциональность кто меня знает давно тот знает что когда я голодная я очень эмоциональная не надо покушать до нам уже комментировали что ребята лучше сначала поешьте а потом распаковки снимать но извините у нас так не получается когда есть время тогда я снимаю поэтому потерпите нас такими может на вами не такими и нравимся а после обеда мы после ужина знаете какие такие вот это вот тоже то что надо мне нравится ничего не просыпчатая хорошее свое стряпать не успеваю теперь потому что потому что вообще ничего не успеваю вообще не успеваю не youtube вести не успеваю опять жалуюсь блок свой забросила совсем все забросила монтировать не успеваю вот это то что мы купили все что я вот львиное сердце не знаю чей еландский район волгоградская область может кто есть оттуда состав хороший молоко цельное молоко обезжиренное соль консервант не преднатрия как обычно ароматизатор и краситель пищевой закваска каких-то там мизофильных и термофильных молочнокислых бактерий без комментариев сыр мы едим раньше палыч как-то его только на бутерброды ел а теперь как я присоседился я могу есть с яблоком не с хлебом зачем я отрезала яблоко сверху положила кусочек сыра вот такая вещь могу с огурцом точно так же ну и с хлебом естественно это тоже с тостиком и просто круче и запекаем мы сыром сыр у нас вообще сыр огонь нескончаемым потоком идем именно такой не пробовала ну по виду вроде ничего пахнет сыром кстати и пакетик нам на этот раз наконец-то попался нормальный не с крахмалом так что вот ну все на этой ноте мы прощаемся с вами надеюсь что все таки наше видео вам понравилось да вы вы его обязательно оцените подпишитесь на канал если еще этого не сделали нажмите на колокольца себе друзьям и вам сюда на колокольца обязательно пишите ваши пожелания что бы вы хотели мы очень хотим чтобы все это было вам полезно и нужно да ну не знаю пишите что вы кушаете может у вас какие-то тоже свои каналы есть мы тоже перейдем посмотрим нам тоже очень интересно каналы поставки Анашин тоже похожи какие поставки Анашин как кофе из Колумбии колумбийский кофе нет уже не раскрывают свои секреты а мы ждем это была шутка если что мы вас любим всем пока пока